Привет, друзья! Вадим и канал Австралии по-житейски. Дрон спас жизнь двум утопающим, а также в Австралии разработана уникальная система обнаружения акул. Но давайте все по порядку. Все началось в далеком 1973 году, когда австралийская некоммерческая организация Surf Life Saving вместе с австралийским банком Веспак стали совершать регулярные облеты пляжей в летнее время, используя старенький вертолет Белл-47. А с 1980 года этот сервис стал круглосуточным. К настоящему моменту организация имеет филиалы по всей Австралии и даже в Новой Зеландии и является крупнейшей некоммерческой организацией в своем роде. Для патрулирования прибрежной зоны в основном используются вертолеты Белл-412 и БК-117. И в среднем один час полета вертолета обходится в 4000 долларов. Дорого? Да, согласитесь, недешево. И в 2016 году организация запустила новый пилотный проект под названием Little Reaper Life Saver. И суть проекта в использовании дронов для наблюдения за прибрежной зоной, что является дополнением к вертолетному патрулированию. И для этих целей используются четыре типа дронов. Каждая из них уникальна в своем роде. С техническими характеристиками вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании под видео. И для этого проекта было разработано несколько направлений. Как, например, расчет безопасной полетной зоны, автоматической системы распозлования акул, а также доставка плавсредств, утопающим которые тут же нашла применение. Так, во время тестового испытания были замечены двое пловцов, унесенных течением на 700 метров от берега, и жизни которым угрожали трехметровые волны. Оператору потребовало всего 70 секунд для доставки спасательного комплекта. Однако при отсутствии дрона спасателям потребовалось как минимум 6 минут, чтобы оказаться на месте бедствия, которые могли бы стать критическими. И в ближайшее время правительство Австралии собирается выделить полмиллиона на развитие этой программы. Особый интерес представляет интеллектуальный систем распознавания акул, который уже сейчас применяется не только в Австралии, но и в Америке. Так что, друзья, посещая австралийские пляжи, понаблюдайте. Возможно, вы сможете увидеть один из подобных дронов. Организация проводит регулярные семинары с образовательными целями, а также расширением представительств, в том числе и поиском операторов дронов. А как вы считаете, способны ли дроны уберечь от неприятностей? Или же это еще один элемент контроля? Как обычно, оставляйте ваши комментарии. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео. А я желаю вам всего самого наилучшего. И не теряйте бдительности, когда окажетесь на морском побережье. Удачи, друзья!